Гумель Прамбуд – предприемство с великой историей, якой тут вельми генерация. Тогда еще областный будовничный трест створили в 1938 году, практически сразу после заснования самой в области. Миновита Гумель Прамбуд после вызволения города обновил все буйные промысловые предприемства областного центра. В прошлые годы акционерное товариство працавало на Мазырском нафтоперепрацовочном и белорусском металлургичном заводах. Узводило лоевский комбинат будовничных материалов и ледовый палац у Гумеля. Белорусский цаментный и рыжеский древоопрацовочный заводы. Правда, частка заказчиков не различилась с предприемством до этого часа. Речь садрев, нужно месяцев 7, 68 миллиардов. Это сумма, сумма. У нас большие задолженности перед нами, наших заказчиков, где-то миллиона, миллиардов 120. И больше половины, это считаю, речь садрев. Очень сложно. Разом с тем, керавництво акционерного товариства не утойвая. У Гумель Прамбуда есть и внутренние резервы для повышения эффективности деяностей предприемства. Зараз, например, тут рыхтуются до унесения коррективов непосредственно у процесс организации работы. Есть вопросы и до выполнения працовной дисциплины. А про то, необходимо промазать решение об заховании кадрового потенциалу, бо частка специальностей сегодня оказалась незапотребованной. Ну, чисто на себя бы не сказал, что она у нас падает. Потому что есть виды работ, которые нам нужны. Это бетонщики, каменщики, плотники, арматурщики. А есть отделочники, их лишние. Будем смотреть, или их переучивать, или как-то другим методом очищать от этих лишнего груза. Или потом, может, появятся работы, не знаю. И землеройщики, УМ-11 механизацией тоже нет земляных работ. По часу встречи с працеванным коллективом акционерного товариства «Гомель Прамбуд» размова об экономической ситуации областным центром, перспективах будавництва новых объектов розного призначения, взаиморазликах с заказчиками, плюс перспективы реконструкции и развития транспортной инфраструктуры. И у якости пропановы – выкористание обсталявания акционерного товариства при будавництве бетонных дорог, что дозволит предприемству отримать додатковые сродки, на некоторые пытания отказы даются одразу, нечто берется на контроль. После завершения работы информационно-пропагандистской группы на «Гомель Прамбуде» старшиня Гарвы Канкама робить вывод – это была конструктивная встреча. Очень много вопросов, которые касались в том числе и производственной деятельности самого предприятия, и объектов, где они работают, и тех вопросов, которые возникают, серьезных вопросов, которые возникают в их работе, ряды с которых, наверное, даже не на нашем городском уровне надо решать, а на уровне руководства республики. Ну, вот это всегда полезно быть в коллективе, изучить обстановку и взять какие-то вопросы себе для дальнейшей работы.